И вот сейчас переговоры в Турции должны начаться. Я не знаю, кого Путин послал там на переговоры. Интересно, кто в конечном итоге возглавит. Но представляете, какой парадокс вы должны понимать. Путин старый царедворец, и он имеет, то есть он и в администрации работал, и в Питере работал. Он имеет представление, как работает эта херня. А работает она так. То есть Путин уже старый, обосранный, и все думают о приемнике. Все думают о приемнике. Кто будет приемником? Самый хороший вариант, если приедет лицо, способное принимать решение, приедет в Турцию и встретится с лицом, способным принимать решение. Сам Путин не поедет. Понятно, да? То есть может послать премьер-министра, например. Но тогда парадокс в чем? Тогда с премьер-министром очень быстро докалякаются. С любым, кто принимает решение, занимает соответствующую должность, договорятся. Путин это понимает. Поэтому никогда не пошлет туда того, кто что-то из себя представляет. С точки зрения должности и принятия решений. Он пошлет ноль. Чтобы его не подсидели. А парадокс ставит в том, что ноль, который не способен принимать решение, ничего там не решит. То есть там может решить только тот, кто принимает решение. А такого Путин туда не пошлет. Поэтому это бессмысленный переговор. Абрамович, пишет, прилетел в Москву, где передал Путину условия мира от Владимира Зеленского. Путин их яростно отклонил и пообещал разбить Украину. Передайте ему, что я их разобью. Это кто-то слова Путина записал? Это кто вот это все передал? То есть Рома Абрамович встретился с Путином? Да я не верь ни хер. Я думаю, да, он прилетел в Москву, встретился с каким-то Попкой. Вполне допускаю, что в Новогорёва приехал. Говорит, а мне там Володю. И он говорит, а что ты хочешь? А вот тут я записку принес. И он говорит, ну сейчас. Ушел какая-то Попка, возвращается. Говорит, слышь, Володя, вот тебе сказал, что всех разобьет. Нахер там, ну, блядь, козю-бозю и так далее. Вали отсюда, нахер. Я думаю, вариант был вот именно такой. Если вообще, это просто невыдумка какая-то самого Абрамовича. По словам собеседников, значит, агентства Абрамович встретился с Путиным и Зеленским. Он сейчас старается активно примерять стороны. Абрамович не стороны примеряет. Абрамович пытается спасти свой бизнес, пытается деньги спасти, которые он украл в России. Чтобы можно было воровать и дальше. Он что делает, Абрамович? Он хочет и дальше что-то значить. Но у него никаких шансов нет. Он преступник, Абрамович. Очень опасный. Международный преступник. А мы обязательно с ним разберемся. Как только возьмем власть. Все пишут, значит, что он там прилетел с запиской. Летал в Стамбул, в Москву, в Киев и так далее. И вот, по данным Daily Mail, Абрамович и Луниров транзитом через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским. И корреспондент британской Guardian Шон Уокер со ссылкой на источник непосредственно знакомой ситуации сообщает, что в результате отравления химическим веществом Абрамович на несколько часов потерял зрение и доставлен на лечение в Турцию. Ну, то есть, судя по признакам, его отравили ядом, каким-то очередным химическим оружием. Там херанули, я так понимаю, атропин. Увидели вот такие зрачки, а не атропин. Вот такие зрачки и все. И откачали, и он полетел договариваться с Зеленским, и потом с Путиным и так далее. Ну, вероятность какая этого? Ну, процентов 5. Процентов 5, не больше. Да, ну, вполне допускаю, что Патрус мог договориться с Кадыровым, тот решает вопрос на территории Турции, и как-то там отравили каким-то очередным новичком Абрамовича. И вполне я могу это допустить. Ну, скорее 95%. Что все это сделал Абрамович сам. Да? То есть, не отравил себя, а инсценировал отравление. Ну, что-то он быстро, во-первых, выздоровел. Инсценировал отравление для того, чтобы потом в Турции ему любую справку, я думаю, вытушу. Что новичком, старичком, блядь, и кем хочешь еще, был отравлен. И после этого совершенно спокойно нужно ехать с Зеленским разговаривать, с Путиным разговаривать. Я говорю, ну, 5% я на то, что все-таки это сделали спецслужбы, которые, конечно, тоже не очень любят Абрамовича. И не хотят, чтобы он сейчас встревал. Потому что они понимают, какую относительно всего деструктивную работу проводят. То есть, он вреден и им, и нам, и Украине. Я не знаю. То есть, надо умудриться. Рома давал гладиться всем. Платил всем бабки. Всем устраивал. И вдруг оказался тем человеком, которому ненавидят все. Вот так надо уметь, блядь. Я думаю, что, ну, по крайней мере, за его жизнь ломаного гроша недавно. Если сейчас это он придумал, что его травили, чтобы отмазаться от санкций, я думаю, что следом, блядь, уже прилетит по-настоящему. Уже даже не надо будет выдумывать ничего. Велинкет заявил, что трое участников переговоров РФ и Украины, которые проходили в начале марта в Белоруссии, перенесли симптомы, характерные для отравления химическим оружием. Одним из пострадавших был российский предприниматель Роман Абрамович. Блядь, что-то мне этот. Уже они никто не помер. Вот все перенесли, блядь, и все живые, здоровые. Нормально, я тут, блядь, не вижу. Что там, как слепой пью, блядь, принес метку черную, да? Похоже, это на цирк, понимаете? На такой шипитошный цирк. Не верю, как Станиславский говорил, понимаете? Абрамович президентом будет, ну, я не знаю, если в Пуа в какой-нибудь, блядь, а может ты будешь в Вануату, да, где там долг составляет 20 миллионов, да, я вообще на месте Абрамовича бы купил бы сейчас эту Вануату, да, заплатил бы их долги, блядь, избрался там в какие-нибудь премьеры, блядь, короли, блядь, потому что ребятам нужно его ошкурить. Тем же, с кем Абрамович все грабил, теперь надо забрать его остаток, почему нет? Если можно. Продолжение следует...